здравствуйте друзья сегодня с вами опять марина и я рада приветствовать на вас на своем канале рада что вы заглянули ко мне и давайте я вам немножко сейчас покажу таких вот решений которые могут пригодиться и вам и и расскажу об еще одном растении которое очень такое вы его может быть и видели но я вам расскажу о нем подробнее поэтому прошу вас не уходите и давайте начнем вот смотрите это у нас подпорная стенка почва очень каменистая сухая на ярком солнце плодородия никакого и нету а тем не менее вот растут такие прекрасные цветочки это конечно суккуленты многие из вас узнали но к сожалению я не знаю как он называется если кто-то знал более знающий человек подскажите пожалуйста вот такими звездочками розовыми цветет очень красивые невысокие и вот такие вот у них цветочки листики то есть вернее простите с красным таким отливом очень интересно смотрится вот такие ползучие стебли которые легко укореняются и заполняют пространство здесь вот нас еще не заполнили но вот так вот если кто-то знает подскажите вот еще один вид очитка или очитка как правильно это вот уже желтый вот такими елочками он тоже ползучий стебель заполняет тоже хочет тоже тоже почвопокровник как и предыдущий эти цветочки повыше стебель длиннее и очень тоже декоративно живучка живучка ну она уже цвела как видите как вы понимаете это прекрасные растения для подпорных стенок для альпийских горок потому что любят солнце и прекрасно перенесут отсутствие влаги и еще одно растение тоже многие его знают это так называемая каменная роза или молодила вот сколько у нас его много 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 и вы знаете да как она размножается вот видите вот они осыпаются эти шарики и вот он уже с корнем он уже готов продолжить свою жизнь без мамки без материнского растения их достаточно просто корнем к земле направить а там под действием влаги они примутся вот у нас их сколько много на камнях смотрится вообще шикарно так что вот вам если вы хотите как-то украсить свои горки и бордюры пожалуйста вот смотрите можно сделать бордюрчик и посадить вот эту каменную розу она и почвопокровная и неприхотливая вот смотрите один собрался цвести это редко увидишь вот смотрите какой могучий стебель ну и жучки здесь как же без них тоже хотят полюбоваться наверное цветение будем ждать а вот это то растение которое я хотела вам показать и поговорить о нем немножко отдельно называют ее и кохи веничной называют басией веничной или просто басей летним кипарисом это уже народное название кохи и называют в честь ботаника вильгельма коха ну а басе ну я не могу сказать откуда это название а летний кипарис я думаю это всем понятно спорить не буду я не ботаник но это не помешает нам это путаница в названиях не помешает нам любоваться и выращивать они уже поняли что можно употреблять его как веник да не скрою можно мы его тоже употребляли как веник но для этого надо дождаться осени когда он уже цветет уже красота уже будет не то у него ну и да мы его срезали сушили и использовали как веник ну а пока вот он этот наш летний кипарис стоит красуется в жару может немножко привянуть но после полива или в вечерние часы опять восстановит свою красоту я его немножко стригу чтобы сохранить его шарообразную форму вот здесь вот можно прищипнуть вот так вот я прищипнула чтобы он сильно не вытягивался растение однолетние можно вывести из семян но я думаю если вы хоть хоть один раз его полосадите у себя дальше вы будете обеспечены самосевом вот у нас он так и распространяется уже самосева очень интересно растение тем что прекрасно переносит стрижку то есть вы можете придать ему и форму шара и форму кубика и форму спирали как вам только заблагорассудится желательно немножко его после стрижки побаловать немножко подкормить но вообще сильно этим увлекаться не надо ему нужно солнце ну или легкая полутень почва ну в меру в меру плодородная ну ваша любовь конечно вот такие вот узкие длинные листья у него потом он зацветет цветение правда будет не очень такое даже не то что не очень невзрачное будет цветение невзрачные будут плодики семянки образовываться но любим мы его вот не конечно не за цветение а за его вот декоративную вот такую вот листву и его форму и вид вот смотрите вот еще один я вам покажу видите это уже высокий такой выше этого и форма такая интересная и свисают листики очень декоративно не правда ли и это декоративность будет еще и осенью когда вот это вот вся зелень превратится а вот во что превратится будет зависеть от сорта вот этой кохе как я выяснила она бывает по осени может окраситься и в желтый цвет и в красный и такой багряный багряный темный темный в общем зависит это от тех семян которые вы будете использовать ну а мои дождемся осени я вам покажу конечно какого не будут цвета то есть как видите и декоративен летом и декоративен будет осенью а потом еще и веник из него сделаем вообще замечательно и неприхотливый и знаете как вот можно еще его использовать допустим если вы его будете использовать как бордюрное растение то вот можно его вот таком вот виде оставить ну сколько здесь сантиметров наверно 30 можно пониже его постричь а можно рядом с ним посадить еще более низкие растения бархатцы допустим или сальвию вот представляете будет вот строчка вот этих вот кохи а пониже строчка ярких сальвий бархатцев агератумов пожалуйста что вы придумаете а можно наоборот сыграть на том что вот это будет низким растением а выше него допустим посадить розу тоже будет интересно смотреться согласны со мной или какой-нибудь тоже высоко высокое растение которое будет наоборот превосходить высоту вот этой кохи и то есть поиграть можно с формой и со стрижкой и с расположением прекрасное растение пластичное не забывайте что однолетние но дает самосев поэтому если вы его посадите и захотите чтобы она у вас осталось вы просто не выпалываете то что на сеется саму вот такой кустик этот кустик подпирает розочка вот такая высокая но этот кустик тоже еще подрастет верхушка прищипнута чтобы он лучше кустился вот это с розы осадка а здесь посадка среди молочая ну и роза конечно молочай подрастет и этот кустик летний кипарис тоже подрастет посмотрим что получится так я посадила в первый раз вернее даже я не посадила самосевом вышла вот это кохия и самосевом вышел молочай рада была видеть вас на своем канале желаю вам всем всего хорошего пусть ваши растюшки радуют вас и пусть погодные условиям будут позволять это радоваться вот этой красотой а вам всего хорошего до свидания до следующей встречи поддержите меня пальчиком вверх если вам было интересно и мои советы вам пригодились приходите еще я буду очень рада можете подписаться на мой канал и тогда вы точно меня не пропустите до свидания до следующей встречи с вами была марина спасибо